Нельзя делать селфи на красной дорожке? Нельзя делать селфи на красной дорожке. Здрасьте. Здрасьте. Я работаю в компании Non-Stop Production по административно-хозяйственной части. Кстати, административно-хозяйственная часть, чтобы вы понимали, у вас уровень, да? Как в ресторане «Огни Баку». И что мы здесь делаем? Давайте я отвечу. Подождите, может быть, ты знаешь, где мы? Я знаю, где мы. С моим бейджем можно ходить на все пресс-моказы. Вообще? Что логично, потому что я пресс-стажер. Сильма «Не любовь». Их ты. Так, а это вид из окна. Знаменитая красная дорожка. Тоже скоро сниму кино и будем здесь показывать. Нельзя делать селфи на красной дорожке? Нельзя делать селфи на красной дорожке. Это правило, которое распространяется на всех, включая голливудских звезд. Я уезжаю. То есть, если Брэд Питт придет и сделает селфи, прогонит им. Я уезжаю. Хоть я и не Брэд Питт. Хоть я и не Брэд Питт, но я приехал для селфи на красной дорожке. А почему нельзя? Это отвлекает и мешает группу людей. Кого? Отвлекает директора фестиваля. То есть, директор сидит в будке и его отвлекает. Он бесит. Он стоит и встречает всех гостей. Завтра ты это увидишь. Значит, будем это монтировать в фотошопе себе на красную дорожку. Собственно, мы сейчас в Каннах. И через несколько часов состоится открытие Каннского кинофестиваля. Движение еще не перекрыто. Народ еще гуляет. А вот, собственно, красная дорожка. Все что-то снимают. Ну, скоро уже всех выгонят. Кстати, можно обратить внимание на Каннского мусорщика, который ходит в шортах. Вот так вот. Лунный фестиваль. Сегодня будет открытие, сегодня будут пресс-показы. Выходим на набережную Круазет. Через каждые 10 метров стоит человек со шляпами и селфи-палками. Горячий сезон у ребят. Пляж в Каннах. Все отели в Каннах сейчас заняты. В 10 раз дороже, чем они стоят в обычное время. Кто пойдет по красной дорожке? По красной дорожке пойдут члены жюри, включая актеры Угала Смита, актрису Джейсику Чистейн, еще чудесных актеров-режиссеров, европейских и американских, а также гости церемонии открытия. Вот это вот фан-зона? Да. У меня нет, они огорожены с заборчиками с двух сторон. Ага. Я думал, это журналист. Нет. У журналистов вон стоят в трибуне, там будет стоять пресс. Для журналистов вот эти вот трибуны, вот эти вот, да? Завтра в это же время в 7 часов вечера здесь будет уже наша премьера, будет премьера кинофильма «Не любовь» Андрея Звягинцева в конкурсе Каннского кинофестиваля. Я просто... Лена Ленина с башней на голове будет? Я, честно, не знаю, ничего про голову. А что, Бажена здесь? Тоже не знаю. Давай так. Бажена, я тебе говорю, Бажена здесь. Собчак приедет завтра. Илья Варламов, говорят. Илья Варламов, неужели? Ну, вот в суть их ходит. Что за шатры? Это шатры разнообразные, в том числе русский павильон. Это часть Каннского кинорынка. Кроме того, что идет фестиваль, идет еще мировой кинорынк, куда люди из разных стран приводят фильмы свои продать, дистрибьюторы чужие купить. Сегодня вечером церемония открытия. Это главное мероприятие? Да. А потом? Сегодня кроме этого ничего нет. А сегодня еще пресс-показ «Не любви». Остался час до начала Каннского фестиваля, и у нас вот здесь вот уже выстраивается пресса. Обратите внимание, что здесь жесткий дресс-код, и даже вся пресса должна быть в смокингах, в бабочках, в белых рубашках. Это уже к гости вот подходят. Красная дорожка начинается, здесь их будут подвозить, и они пойдут по дорожке. Охрана на крыше. Почетный караул. Я теперь тоже кино снимаю немножко, чтобы на обочине прогресс-то не сидеть. А там уже кто-то тут выстраивается, да? Мы с Ваней не понимаем, кто там стоит, и платья их нам не нравятся. Ты попробуй вот отсюда кого-то узнай. Не узнаешь? С такого расстояния можно только меня узнать. Мы ждем Аллу Пугачеву. Все ждут? А куда в таком платье она в кино пойдет? Семидесятый Каннский фестиваль. Гости делятся на несколько классов, да? То есть кто-то приезжает вот на машине напрямую на дорожку. Это известные актеры, почетные гости. А кто-то стоит в очереди. Вот так вот обыскивают женщину в платье, обыскивают, шмонают ее платье. А мало ли, конечно. А потому что пронести можно все что угодно. Правильно. Снизу это выглядит так. Тут у нас полиция, которая никого не пускает. Какие-то редкие зебаки, которые пытаются что-то урвать. Но, конечно, они ничего не урвут. Пробка из фестивальных машин. Что это такое? Куда мы пришли? Охрана, которая повсюду. Видите, так вот с автоматом. Мы идем в отель, где живут все звезды. Тут вот люди стоят, караулят. А нам нужно будет пройти внутрь. А внутрь пройти не так просто. Ваня нервничает. Что ты делаешь, Ваня? Ваня ищет телефоны. Лучше снять кого-нибудь неизвестного, чем не снять известного. Да, да. Ваня, кто это? Не молишься, мы только что разговаривали с фотографами. Что, конечно, надето круто, но кто-то... Никто не знает. Никто не знает, поэтому на всякий случай... Все же понимают, что простой человек такое платье не наденет. Значит, человек непростой. Так. Так. А, нет, смотрите. Помещается. Оно помещается. Парковать подходит вот к этой ситуации. Да. Она припарковалась. Она припарковала свое платье в лифте. Сама Что пишут люди? Скажи первое впечатление. Ну смотри, есть три лицензии. Есть variety очень позитивная, есть The Rapp тоже американское здание, той же очень позитивное. Но самое главное, есть лицензии Peter Bradshaw. Кто это? «Гардиан» — это очень-очень влиятельный, важный, авторитетный, но самое главное — строгий критик. Он поставил «Нелюбви 5 из 5 возможных» и написал потрясающую совершенно рецензию, что это очень сильный, хотя и душераздирающий фильм. Сегодня был пресс-показ, Ваня сидит и смотрит первые рецензии, которые начали появляться. А сколько всего билетов дается? В зале 2400 мест, нам дали всего 110 билетов. 110 билетов? Их дали режиссёры, да? Или вы покупали эти билеты? Нет, не покупали, это даётся крупе. А вы сами их уже распределяете? Попытаемся. Обязательно карандашом нужно делать, потому что всё меняется. Билеты вообще нельзя купить. Официальной кассы нет, официальных продаж нет. Так, ну если я приехал с тремя чемоданами денег, мне как попасть завтра? У перекупщиков есть возможность. А перекупщики откуда берут? Не знаю, наверное, берут как-то, боюсь, положить сотрудникам. Две с половиной тысячи мест, да? Они там 110 билетов отдали нам, а остальные куда они дели? А, на них всяких там критикам и журналистам их разве, да? У журналистов есть свои просмотры. Пять тысяч евро за билет? Один билет. То есть мы сейчас делим полмиллиона евро? Да. Уже час ночи. Вечеринки будут каждый день. Каждый день, например, будет много вечеринок. Это частные вечеринки? Это частные вечеринки. То есть люди ориентуют пляж и танку вся. Да. Кинокомпании, вечеринки продюсеров, вечеринки фильмов. Сколько всего фильмов на Каннском фестивале будет показываться? В 19. В конкурсе 19. Монтажер. Монтажер. Это вырежет. Это вырежет меня. Утро второго дня. Посмотрите, какая уже очередь. Еще 8 утра нету. И у нас начинаются пресс-показы. Что во второй день обычно Каннского фестиваля происходит? Все отходят от предыдущих премьер, обсуждают их. Но для нас самое главное это как отреагировала пресса на вчерашние пресс-показы. На фильм. Все решается именно в этот момент, не на премьере. Потому что если пресса напишет плохо, то никто из дистрибутеров, которых здесь десятки тысяч со всего мира, не рискнет взять фильм. Потому что это те картины, которые выпускать в прокат с рекламными большими бюджетами никто никогда не будет. Это не блокбастеры. Экспертными оценками не является в общем прессом. Блогеры. Ну все те, кто пишут и делятся мнениями по отдельным реакциям в Твиттере, понятно кому понравилось очень. И пока нет тех, кому очень не понравилось. Сегодня второй день. С 7 утра уже какие-то толпы людей собираются, очереди. Они зачем все стоят? Утренние показы фестивальных фильмов, на которые идет уже достопочтенная публика. Наш показ будет вечером. У нас будет вечером премьера. Каждый день с самого утра здесь нон-стоп идут фильмы, да? Показывают. А площадок у них сколько? Фестивальный дворец? Да. А есть еще какие-то площадки? Нет. Так, а ты сегодня чем собираешься заниматься? Мы сейчас с актерами пойдем на сначала разнообразное интервью. Потом будет фото полная крыша поля традиционной. А после этого большая пресс-конференция. Вот люди думают, что такая вот халява, ты приехал сюда и отдыхаешь. На самом деле ты с утра до ночи чем-то занят. Ты видел во сколько мы вчера ушли? Ты спал, мы ушли в два часа. Какое количество больших яхт сейчас здесь запарковано. Нет, кстати, ни одного свободного места. Там внизу вот эти вот, сейчас я покажу, да, вот эти вот лесенки и все остальное. Это что такое? Ну вот есть официальные фотографы, аккредитованные на Каннский кинофестиваль, на красную дорожку. Причем на каждую красную дорожку каждого фильма аккредитация разная. Ты не можешь аккредитоваться на все. И вон там есть такие маленькие кружочки. Это номера. У каждого человека есть свое место. Там никто не дерется. Кто-то стоит в третьем ряду, это не очень хорошие места. Кто-то в первом, они лучшие. Но это все заслуживается годами работы на Каннский кинофестиваль. А то, что мы видим через дорогу, это абсолютно открытая территория. По ней могут гулять жители, кто угодно. И фестиваль открылся 17-го, начиная с 15-го числа. Эти люди начинают занимать место здесь, чтобы увидеть актеров, увидеть режиссеров. То есть они из дома приносят свои лесенки и их расставляют? Идут в Леруа Мерлен, покупают их, если у них нет, и они первый год здесь. Те лесенки, которые повыше, это уже люди серьезнее. Им не нужно трогать Джессику Честейн или Уилла Смита, это папарацци. Абсолютно не волнует аккредитация на кинофестивале, она им не нужна. Они и так сделают свои картинки, уже знают, куда их продавать. И это, в общем, бизнес никак не меньше, чем обычный бизнес глянцевых журналов. А может быть и больше по деньгам, которые они зарабатывают. А аккредитацию официальную можно получить? Это зависит от того, на какое издание ты работаешь. Если ты работаешь на... Вот я для себя там просто напишу письмо. Аккредитацию официальную ты получишь, но она тебе не даст доступа ни ни на один скрининг и ни на одну красную дорожку. То есть на красную дорожку я не попаду? Нет. Как ты видишь, ну все-таки смотри, это мировое событие. И там всего три ряда фотографов. Ага. Мы с тобой должны помнить, насколько силен сейчас Китай, сколько, как много у них медиа и всего. Людей очень много, а это, ну согласись, это не так много места. Поэтому ВОК Бразилия туда встанет. Эль Турция встанет тоже. Хеллоу Россия, пожалуй, тоже. Кто от России там стоит? Я, насколько знаю, всегда ездит Гена Авраменко из МК. Ездит Олег Никишин со своей женой, у них свое фотоагентство. Ну и наше известное нам с тобой агентство и Тартас, и Реановость. То есть человек 5-6 от России там стоит? Да, да. 5-6-7. А так только лесенку занимать? И не факт, что фотографии будут хуже. Да, вот я сейчас могу прийти за загородку и встать. Вон там внизу есть место свободное. Да, конечно. Но вот те, которые центровые, как видишь, где люди должны стоять в 5-6 этажей. Тебе иногда кажется, что двух-трех ступенек достаточно. Вот нет, кто-то там уже стоит на 8-й и 9-й ступеньки. Это люди, которые... Я сюда приду, они меня выгонят. Если ты встанешь на их место, это может нехорошо закончиться. 19 фильмов в основной программе. Среди них нелюбовь Андрея Звягинсова. На который мы возлагаем надежду, потому что есть шанс получить главный приз Каннского фестиваля. Золотую пальмовую ведь. Пресс-показ очень важен, потому что несмотря на то, что даже завоюют фильм какие-либо награды или нет. Реакция критиков намного определяет. Главное это прокат. Главное, чтобы твой фильм купили прокатчики. Особенно интересен рынок США. Это довольно большой рынок. И в этом плане у Андрея Звягинсова очень хорошие шансы. Повсюду полицейские, меры безопасности. Вообще в Каннах довольно скучно. Набережная Круазет. Практически вся она, не считая двух маленьких общественных пляжей. Практически все пляжи закрыты. Везде какие-то клубы, кафе, пляжи при ресторанах. То есть такой отдых своеобразен. Сколько стоит жилье в Каннах? 72 метра, уже почти миллион будет стоить. Миллион за 70 метров. Второй вечер Каннского фестиваля. Пришлось нарядиться и сейчас пойду смотреть фильм Звягинсова «Не любовь» на премьеру. Жесткий дресс-код даже для зрителей. Смокинг, бабочку. Никогда в жизни я это все дело не надевал, но пришлось. Вот как это выглядит. Вот такая пробка из автомобилей, которые везут актеров, а потом папарацци их ждут. А простолюдины вот стоят спокойненько в очереди и ждут, когда начнут запускать на красную дорожку. Это папарацци, любители сюда приходят в надежде на то, что какие-то актеры обратят на них внимание, подойдут к ним. У многих там какие-то плакаты. Это пробка забирать звезд. Там сейчас кто-то выходит, садятся в машины и уезжают. А тут им все кричат, чтобы они обратили внимание на фанатов. Нас потихоньку начинают запускать. Пресса, пресса, смотрите, да, видите, она вся такая с хитрой техникой. Пресса ждет. Главное, на платье никому не наступить. А дальше еще нужно это, обыск. Собираются гости, зал огромный, больше двух тысяч мест. Режиссер Андрей Зрягинцев ходит в зал. Минут пять, зал просто не вынимается. Минут пять овация. Андрей Зрягинцев. А выход уже дней через красную дорожку. Я могу быть объективным, я вам говорю, это офигенно вообще было. Круто, невероятно. А на большом экране это убийственно красиво. И это один из лучших экранов в мире, на самом деле. Вот, где мы сейчас были. Красивее мы ни людей не увидим. Лучше, чем iMax. Мы этого не говорили. После кино обязательно есть десертик, видеовечеринки. Давай, Валя, подводим итог. Вчера состоялась премьера фильма Андрея Зрягинцева «Не любовь». Все довольны, пресса наша. Когда итоги будут подводиться? 28 мая. Я посмотрел фильм. Фильм просто фантастический. Редкой красоты, глубины, кино. Прямо очень, я думаю, на многих людей он повлияет. Заставит, может быть, кого-то задуматься. Иначе все было не зря. Ну вот после этого кино точно что-то остается. Не сложный же. Он же увлекательный. Практически местами триммер. Очень понятный, близкий. Очень наш. Ты знаешь этих людей. Ты знаешь этот город. Тебе все понятно. Это не просто абстрактное место на карте. Это сегодняшняя Москва. Премьера 31 мая. С 1 июня мы в кинотеатрах уже. Когда-нибудь я со своим YouTube-каналом пойду по красной дорожке. Все, друзья, пока. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. И пишите что-нибудь в комментах. Нажмите на колокольчик. Не спрашивай, что это надо говорить. До новых встреч. Пока-пачка. Пока-пока. Продолжение следует. Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин.